Мы возвращаемся к вам на ESL Birmingham, и пока замечательная совершенно тенденция просматривается на нас между группами A и B. В группе A у нас постоянно 80% игр заканчиваются ничьей, здесь же в свою очередь на B второй день приносит все больше и больше сюрпризов, как в принципе и предыдущий, в котором постоянно у нас творится 2-0, доминация одной команды над другой. И напомню, что сейчас Gambit'ы будут сражаться против PSG, LGD, которые только что совершенно сенсационно залили 0-2 против команды Alliance, соответственно, шведы сейчас чувствуют себя замечательно, и давайте посмотрим как раз-таки табличку, хотя перед этим спросим, Марко, ты зачем пришел? Постоять рядом за компанией. О, это мило. Ты отдохнул? Вполне. Как тебе предыдущая игра Gambit? Ничего необычного. Должны были выиграть, но не пошло. В духе цис-региона. То есть впали в кому посредине... Споткнулись. 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 Ты так это думаешь? Да. Хорошо. Ну и вот у нас как раз-таки табличка. Смайла мы уже просили прокомментировать группу B, теперь попросим Егора. Хорошо, что не Кирилл. Да, смотрим. Evil Genesis имеют первое место, 6 поинтов, не проиграли ни одной карты. PSG, LGD проиграли Alliance, аутсайдерам, которые, как мы видим, не так уж и плохи. Secret 3 точно так же, как и PSG, LGD, но у них был первый день плохой, поэтому сейчас они более-менее реабилитируются. Кингейминг 2 победы от Alliance, Gambit и Sports 2 победы от Alliance, и Alliance выиграли одних из фаворитов группы, но проиграли всем аутсайдерам. Итого мы получаем то, что у Аликов все равно достаточно мало шансов, как и у Кинов и у Gambit, наверное. Скорее всего, 2 из 3 этих команд вылетят из турнира по окончанию групповой стадии. Это грустно осознавать? Не хочется с ними расставаться? Наверное. 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 Ладно, ну а сейчас мы будем смотреть тесты PSG против Gambit. PSG мы на первый день вообще смотрели. Нет, PSG мы не смотрели точно. Они на параллельном канале как раз в последнюю игру играли с Secret'ем, за 1-1 на ней сбегали. Как они вообще сейчас выглядят после своего не самого лучшего в этом мире выступления на Dream League, точнее, на Диснейленде? Хотя, в принципе, они добились большего, чем на Dream League, но там у них замена все-таки была. Сейчас все в новом патче ищут что-то новое. Как раз таки вот они, китайские коллективы любят заимствовать друг другу стратегией. Опять же, вот этот Wisp, Bloodseeker. Герои появляются. Все что-то тестят, пытаются найти свою мету, под которую... Ну, не свою мету, а своих героев, новых, которые добавлены, в которых тебе будет удобнее играть. Поэтому вот эти игры, первое, это такой полутест как раз таки у LGD тоже произошел. Ладно, раз уж мы не хотим говорить особо сильно про PSG, я тут почитал, что покемоны сделали новую игру, которая называется Pokemon Sleep, и тебе нужно в ней спать, а не бегать за... Простите, а не бегать за... Ты стойчески выдержал этот удар. Да, это пытка водой, я не смогу потерпеть. Ничего страшного. Так вот, и... Ладно, чтобы тебя не смыло. Потолок уже потный. Просто потеет гамбит, короче, и... Да, это, видимо, отсюда. Да, видимо, туда оно падает. И в ней надо просто спать. И теперь вопрос, может ли эта дисциплина быть киберспортивной? Можно я скачаю прямо сейчас? Да-да-да-да. Ну да. А во-вторых, кто бы в ней победил, если бы это стало бы киберспортивной дисциплиной? Кто бы победил? Inmate и Lost. Inmate и Lost. Чемпионы. Кто кого переспал бы больше? Топ-1, топ-2. Топ-1, топ-2. Среди мировых? Среди мировых, я думаю, Lost тоже мог претендовать. На призовое место. Он TI-winner по всем дисциплинам. И по доте, и по вот этому. TI-winner однажды. TI-winner во всем? Угу. Ладно, я понял, в общем и целом, что... А, да, кстати, также еще нас Evil Genesis перекупили. Из последних новостей. Буквально вот пару часов назад. Чего перекупили? Новый инвестиционный фонд их выкупил. Так что теперь, возможно, как раз-таки они играют так хорошо. Новая мотивация. Новая мотивация, новые деньги. Новое место, может быть? Ну, то есть не третье. Их купили, и теперь нет топ-3. Ну, то есть, возможно, это та проблема. Они будут в топ-5. Может, топ-2? Может, проклятие топ-2? Там, кстати, в названии компании, которая их купила, она звучит как пик-6. Пик, соответственно, это предел, да? Шесть, это, соответственно, шестое возможное место. Это было довольно опрометчиво. То есть им надо было подписываться под пик-3. Пик-1. Пик-1? Не, ну, пик-1 надо было выигрывать в таком случае зачем? Ну, если так нормально, комфортно играется в топ-3. Ну, если им комфортно, то... Ну, да, но я имею в виду... Как даже S4 говорил, что, в принципе, ну, то есть топ-3 — это не такое плохое число, я имею в виду, не такое уж плохое место. Они лутают везде деньги. Ты всегда в призах, ты всегда неплохой мест занимаешь, но ты никак не можешь выиграть. Ну, стремишься, но не дотягиваешься. Google Genius либо топ-1, либо топ-3, либо топ-16. У них других мест в принципе нет. Поэтому сейчас вот идет... Ну, топ-16 не может быть? У них было топ-7, подожди, по-моему, на одном из чимпов. Но, по-моему, на 10. Это редкость, это не они были. Это что-то с ними не произошло. С ними произошло Virtus.pro, я помню. Как раз вот эта долгая-долгая катка, в которой никто никого не мог убить очень долгое время. И, в конце концов, они закрыли там в пользу, соответственно, Virtus.pro. Что касается комбитов, опять же, продолжу свою мысль, уважаемый Арк. Ты наблюдаешь за ними уже три дня, и ты все три дня говоришь, что эти молодые люди всего лишь тренятся. Да, я думаю, что они всего лишь разминаются перед важными турнирами. А ты считаешь, что вот сейчас против Secret они тоже разминались? Ну, разминались они, разминяли их, тут не особо большая есть разница. Поэтому, я думаю, что ничего особо не изменится до конца турнира. Я думаю, что если они выйдут в плей-офф, они покажут какой-то сверхрезультат. Просто будет то же самое. Какие-то новые герои, какие-то мувы, возможно. Практис. Я также понимаю, что ты будешь у нас играть во Flight of Moon на квалификациях. Ну, это пока... Ну, я имею в виду в смысле, что ты будешь, скорее всего, выступать на квалификациях к Тяю. Не особо важно даже... Ну, скорее всего, да. Ну, я имею в виду в смысле... Ну, как бы, это, на самом деле, важно. С кем, но... А, то есть ты еще думаешь. Ну, пока об этом не стоит распространяться. Так, если что, друзья, если кто-то из вас капитан команды, заберите Арка. Точнее, попросите его въехать в вашу команду. А так, если что, заходи. Въезжай. Въезжай, да. После OpenQual там, может быть, и нет. Не, ну, мы пожелаем тебе наоборот участвовать. Нет, удачи-то желаем, но если что, заходи. К чему спрашиваю-то? Какие, по-твоему, самые интересные команды, которые ты встречаешь против себя? В Open? Ну, и в Open, а потом в закрытых, соответственно. Ну, я имею в виду в смысле, почему. То есть почему они могут быть сильнее или почему... Любая команда из Close Qualifier. То есть Na'Vi, Gambit, WinStrike — это все команды, которые... Каждая из этих команд способна на, как бы, хорошую... Если они словят кураж, то они могут выиграть всех. Любая из этих команд. Поэтому, ну, против них, да, я думаю, довольно сложно играть будет. Но я постараюсь не закончить 0-7. Я думаю... Даешь нам обещания. Постараюсь. Постараюсь. I'll do my best. Хорошо. И есть ли какие-то темные лошадки, за которыми нам надо будет смотреть? Потому что, ну, лично я, соответственно, не смотрю за Тир-2, за Тир-3 доты вообще. Ну, практически, в самом случае. Не считаю вот этого матча, который... Темные лошадки — это ребята, которые с Open Qual пройдут. И ты, ну, сейчас же не знаешь, кто, какими миксами соберется. На тебя просто какой-то неплохой микс будет. И вот они как раз пройдут за Open Qual, и это будет темные лошадки. По-твоему, какие парни в форме, вот самые пиковые сейчас находятся? Среди тех, что катают. Ну, Гамбиты не особо в форме, как мы видим. Green Strike, Куман, я думаю, в наилучшей форме вообще из всех возможных. Я думаю, что он сдаёт. В Na'Vi Заяц набирается. Судя по последним результатам, они, хоть и не прошли ни на мейджор, ни на майнор, они всё равно очень сильно удивили Virtus.pro, так скажем. А ты всё перечисляешь людей, которых мы все знаем. Кто-то, кого мы не особо знаем. Ну, кто-то пониже. Кто-то пониже? Да, кто-то пониже. Я не знаю, любой игрок, который находится в каком-то топ-20, топ-10, топ-20 условном, он вполне может показать что-то интересное. Опять же, слишком много игроков. То есть, если у кого-то пойдёт у какой-то команда, у какого-то микса, он пройдёт Open Qual, может, словит Кураж, и может быть, даже дальше пройдут. То есть, мы не знаем, что произойдёт. Почему все эти миксы вообще себя не показывают на всех этих ивентах? Ну, то есть, условно говоря, even Strike, на мой взгляд, это микс всё-таки. Потому что они собрались достаточно, ну, недалеко от мейджора по времени, да? Но всё равно настолько хорошо выстрелили, что смогли показать себя неплохо и на мейджоре. Ну, я бы сказал, что это не они показали, а Na'Vi немного им подарили победу. А, окей. Потому что, ну, просто так получилось. Я думаю, что Na'Vi должны были выигрывать, но там слишком много совпадений, и как бы в Инстрайке выиграли. Ну, было ли это удачей, или это просто pure skill от уважаемого Заура Кумана, мы знаем уже непосредственно на мейнере. Так вот, и как раз-таки те миксы, которых мы вообще не знаем, которых, соответственно, рандомные имена и так далее, в чём их проблема также играть, как в Инстрайке? Их проблема в том, что у них нет опыта. Они проходят опенквал за счёт куража, и дальше, когда они сталкиваются с более сильными соперниками, они ловят тильты, и, как бы, скорее всего, они уже не смогут, не оправятся от такого. Я не думаю, что микс может оправиться после какого-то тильта во время турнира. Даже не в опыте дело. Ребята все умеют играть, умеют играть как бы в матчмейкинге. Там же всё то же самое происходит. Плюс-минус, ты героев нарабатываешь, все скилловые игроки, все там из топ-50-100. Но когда ты собираешь микс, ты нарабатываешь какие-то там определённые 3-4, не то что стратегии, даже какие-то просто наработки. У тебя может быть одна стратегия, но ты её можешь как-то варьировать, как угодно. Вот, там героев каких-то добавлять, убирать, двигаться, там какие-то забеги делать, либо поджимать, либо в агрессивную доту играть, либо в пассивную доту играть и так далее. Больше ты не натренируешься за столь короткий срок. А у команд, которые уже играют с друг другом, игроки, которые играют с друг другом в командах на протяжении долгого времени, у них этих наработок 25-30. И они могут как угодно делать. Да, это опыт называется, это наработки, это сыгранность, но всё равно вот этим отличается как раз-таки команда, которая сыгралась от команды, которая этот микс. Поэтому вот они там, тёмные лошадки эти проходят опен-квалификации, прошли, их последние игры посмотрели, всё, что они из себя представляют, и вот эти 3-4 наработки просто на корню сразу закрыли на драфте и на первых 5-минутах игры. И команда уже не может играть. По опен-квалам она прошлась, потому что к ним там, ну, команды обычно не готовятся в опен-квалификации к друг другу примерно. Они там просматривают, кто на каких героях играл. Ну как, команда играет, вообще идея игры, к этому обычно не готовятся. А команды, которые уже повыше уровня, они именно эту идею читают, и эту идею ломают на корню. Не драфт, а именно идею самой игры. Ну и, конечно же, мы возвращаемся постепенно на ESL Брюмингем. Мне может не радовать, потому что вроде как игра должна стартовать прямо вот сейчас. И вот, найс, сколдовал. Соответственно, первый же вопрос — это смогут ли гамбит хотя бы одну карту здесь вытащить, потому что играют они хоть вроде и драфтят не так плохо, но постоянно их что-то останавливает. Я заметил тенденцию Свена. Свен выигрывает у нас, ну, сколько мы игр, по-моему, не смотрели, Свен выиграл везде. Ну, там был ниша, я на каждой по всей игре играл. Да вот, сейчас игра как раз, я вот смотрю, драфт просто LGD против Альянса, два раза Свен у Альянса, в два раза он победил. Это раз. Во-вторых, очень прикольную вот эту вот комбо взяли. Марс плюс Мереско сразу Альянс себе забрали. Да, это интересно. Двух персонажей. И как раз до второй карты было. И вот с ними как раз отталкивались против LGD. Китайцы уже у нас не любят, когда против них вот что-то такое новенькое показывают. Вот, да, вроде Марс знакомый всем персонаж, да, в паблике, там чуть ли не в каждой игре появляется. И Мереско тоже, герой, который уже давно в пуле. Но именно вот эта комбинация, и как против нее двигаться, как против нее позиционку занимать, как вообще играть против этого, опыта еще не хватает. И по ходу стряли как раз-таки на этих двух персонажей. Это все подкрепленный Свеном, который у нас реально закрывает сейчас игры очень мощно, которому нужна хорошая контра. Ну, возвращаясь к вопросу, смогут ли гамбиты выиграть у PSG LGD. Я думаю, что если Альянс выиграли 2-0, то у гамбитов Вильсмане плохие шансы отжать одну карту хотя бы. Все зависит от драфта, я думаю. Да, вот я думаю, каким-то драфтом они могут закрыть как раз-таки LGD. Интересным драфтом. А ФНГ может как раз-таки напикать каких-то полезных героев против LGD. Посмотрим, как открываться будет NYX. Да, открывается NYX. Просто сильный герой, который закрывает большинство. Мы уже много раз обсуждали. Это хороший распик. Надеюсь, они на десятый возьмут очень сильного героя. Иначе у них будут проблемы, скорее всего, против этой команды. Команды такого уровня, я бы сказал. Пангалера можно забрать. Пангалер... Пангалер NYX слишком слабая синергия. Нет, Пангалера для LGD. Сейчас отгибаем. F5, потому что и может очень хорошо на нем отыграть. Да, и в принципе, Чилис тоже на оффлейн может стать. Shadow Shaman. Классический китайский субпорт. Нужно, кстати, спрашивать, пик или секиры сегодня. Да, пик или два раза. Да, был. Против Пангалера, опять же. Да вот, в предыдущей игре как раз LGD Allianz секир был. У Вичи Гейминг секир был. Ну, это как раз вот китайская тут наработка, которую они поставили. Мне не нравится в LGD, когда F5 как раз-таки исполняет вот на таких героях из серии Shadow Shaman. Что? Ну, у них игра сразу не строится, потому что... Не настолько активный? Ну, четверки, они сейчас по-хорошему тебе игру делают. Миддеры четверки, это два плеймейкера. Вот четверочка у тебя бегает в начале, там первые эти 5-7 минут закрывает, потом миддер у тебя включается, вот он, Пангалер. Когда F5 у тебя играет на героях просто дизейблерах, это Shadow Shaman, ну, это не так круто смотрится. Это все-таки герой пятой позиции, как по мне, Shadow Shaman. Да, его можно расфармить, да, там линза, блокенбар, это все красиво, мощно, молодежно, но для F5, вот героя серии Пангалера, вот он более... Плеймейкер. Да, это плеймейкер как раз-таки. Он может в соло тебе катку потащить и ультимейтом, и дальше этот герой может собраться в демидж-дилера, который в дизейблер, демидж-дилера, какого-то бафера, танка. И тебя может именно драки решать. А Shadow Shaman, он не может ничего делать, он просто тебе дизейблер. Я бы поспорил, что Shadow Shaman не четверка. Я думаю, что на пятерке очень сложно играть на этом героя. Я не о том тебе говорю, что Shadow Shaman сейчас они четверка, да, они очень много фарма забирают как раз-таки, чтобы себе на фарме четверка играть. Мне не нравится, когда и F5 играет на Shadow Shaman. Это можно им сказать как-нибудь. Гамбиты забирают на 10-й пик Ландруида, они забанят Брюмастера и забанят Лайфстилера. Я не считаю, что Ландруид такой 10-й пик герой закрывающий. Я думаю, что Morph в этой игре был бы лучше, как минимум, на 10-й. Можно было бы забанить ОД и кого-нибудь еще неприятного героя. Так что, мне кажется, что... Вряд ли бы тебя забанили Ландруида. Ну, Ландруида, да. Ландруида бы не забанили, но мне кажется, Morph сильнее, чем Ландруид объективно. Я не вижу такого ничего в Ландруиде, чтобы пикать его на 10-й пик. Это один из важнейших пиков, когда ты играешь с ферст-пиком. То есть тебе первый, десятый и двадцать первый. Минус Свен, наконец-то. Лайфстилера не забанили. Значит, видимо, Гамбиты готовы сыграть реванш. Что хотелось бы взять? Ну, я думаю, что Лайфстилера они могут вполне взять. Вообще без проблем. Забанить какого-то неприятного, неприятную пятерку, что-то вроде Бейна, герой, который пробивает БКБ, то есть рейдж Лайфстилера, и мешает ему играть по игре. Либо просто забанить неприятного героя против своих Пангалера или Шазу Шамана. Ну, Битрайдер, который пробивает БКБ тоже. Да, это очень неприятный герой. Я очень не люблю против него играть. Он напрягает все линии, он дает вижен, покупает тревела ранее, и тебе очень сложно пушить, он всегда ловит. Постоянный сплит. Ульта через БКБ, это очень важно. Особенно против Лайфстилера. Возможно, они именно этого хотят. Ну, и для Найкста уже есть Пангалер, к которому можно залезать, соответственно, через инфесту работать. При желании доставка есть. Всегда вот это ошибочное было, то, что ты видишь Битрайдера, и против Битрайдера берешь Лайфстилера. Потому что, да, линия он контрит его рейджом, но в дальнейшем всю жизнь для Лайфстилера была контра именно в лице Битрайдера. Потому что Лассо и Лайфстилер у тебя уже не живет. Но при этом у ФНГ все еще есть слот для того, чтобы взять себе Бэйна, если все-таки Найкс появится. Бэйн против Пангалера довольно неплохо. Возможно, даже какой-то Гримстроук. Тоже хороший герой против Роллин Тандера. Хороший герой... Ну, насчет синергии с Никс Ассасином и Ландруидом я, конечно, не особо вижу, но в целом Гримстроук может быть тоже хорош. Так же, как и Бэйн. Ну, я задумываюсь. Против Ландруидов Фандар очень хорошо работает, на самом деле. Все-таки это Марс. Марс. Герой с 20% винрейта. Сколько? 20? Пока он не очень, да, на этом чемпионате. Но, опять же, посмотрим, насколько хорошо на нем исполняет... Чалис. Чалис. Ну, вообще, такое ощущение, что Марс просто не въезжает в эту строчку. Он просто забирает абсолютно больше места лишнего. Ну, это бог. Ну, это бог, да. Но именно справа появится герой, он будет планировать. Это его котик, видимо, стоит рядом с ним. Да, поглаживать. Он прям насаживает тебя уже на эту пику. Говорит, пацаны, идите сюда. Сейчас буду вертеть щитом. Ну, и гамбиты, соответственно, могут что-то придумать по поводу какого-то Оракла, наверное, под сейф внутри арены, или еще такого. Оракл, да, Оракл довольно неплох. Оракл всегда был хорошей, сильной пятеркой, которая имеет сейф, которая не такой слабый лайнер. В принципе, Оракл довольно неплох. Но вопрос будет в том, не слишком ли Оракл плюс Никс пассивная комбо суппортов? Трипло и можешь делать, да. Лондроидов всегда можно поставить на легкую линию и трипло отправить как раз-таки Никс, Оракл, плюс один. Против Марса ты не хочешь играть Лондроидом, я думаю. Один на один, я думаю, абсолютно нормально. Возможно. Задумались гамбиты теперь. Минуту потратили на раздумие. Осталась еще одна минута бонусного времени. Желательно гамбитом взять кейдж, либо файт, хороший против Марса. Возможно, они даже какого-то сайленсера захотят взять, потому что у них, они в последнее время иногда и с сайленсером играли. Хорошая инициация, хорошие объективы. Шадоу-демон. Вот он, Шадоу-демон. Но то, с чем ФНГ показывал себя очень круто в предыдущем матче против Свена. В предыдущем, если более точно. Но пока синергии с Лондроидом и Никс Сасси там... Ну так. Ну только есть ПДМ Пейл там точно. Да, это очень... Это драфт без синергии. Если Марс плюс Пангольер это хоть какая-то комбинация, ставятся круги, ты вкатываешься и... Катаешься, веселишься. Делаешь хаос, то... У тебя опять же под сейф в арене. Ну, под сейф в арене, то есть у Шадоу-демона не такой большой рейндж, чтобы сейвить из арены. А если ты в арене, то... Тут уже вопросов нет. Я считаю, что Оракл был сильнее. Второй скилл очень сильно... Как бы... Второй скилл это сейф от копья, дэмэдж от копья и сейф от арены. То есть если тебя прибивают к стене, ты когда-нибудь жмешь второй скилл на таргет, и таргет не получает вообще никакого дэмэджа. В принципе, так как там я вижу Пангольера и Шадоу-шамана, это то есть тоже герои, которые носят большинство... Большинство своего дэмэджа это мэджик, то я думаю, что Оракл был лучше. Ну, посмотрим, чем ответил ПСД. ЛГД. Наверное, если это Панголер все-таки будет. Сейчас нужно веб-лейнер, это Марс, да. Нужно коров набирать. Им нужно открыть единичку или двоечку. Они видят лондруиды, видят Никса. Лайфстиллеры? Лайфстиллер не так уж и плохо, на самом деле. Хоть и против тебя играет Шадоу-демон, ты просто... У тебя рейдж намного дольше, он не заканчивается. Ну, это Шторм Спирит, и, скорее всего, надо будет Гамбитом забанить Лайфстиллера на... Зацените просто, насколько его нету тут в этом пике. Просто один щит, короче, и тупо Шторма не видно. Он защищает его образ. Показали нам. Спасибо, Марс. Бог войны и неслышащие молитвы. Валис Олимпа. Ба-а-а. От леща там в Шторму. Забавно, если бы он рядом с Девтом стоял бы, типа, два бога, только один, короче, маленький дед. Он посмотрел. Которого не видно. Шторм посмотрел на Марса. Ладно, готовность. Готовность у PSG-LGD на пределе. Так. И это Марфа, соответственно, водичка Шадоу Диамарса. Марс – это бог войны в римской мифологии. Соответственно, греческая – это Арес, да, и Зевс – его брат, получается. Сын. Или батя? Сын. Ну, то есть Арес – это сын Зевса. Ну, Морф, в принципе, я говорил, что Морф хорош против Пангалера, Шадоу Шамана. Он не так плохо против Марса, но мне не нравится комбинация Морфлинг плюс Ландруид, ну, как комбо героев. Комбо двух коров первой и второй позиции. Сейчас им нужен очень сильный плеймейкер либо контроль по карте, что-то вроде Бисмастера. Я думаю, LGD хотят себе Лайвстилера, хотя, ну, опять же, я не знаю, что сейчас можно PSG-LGD взять. Тот слишком… Надо на банк смотреть последний. Это, кстати, Найсталкер. Это контроль по карте, то есть что-то аналог Бисмастера, но немного в другое время оно. У Гамбитов он просто был уже тоже, это Найсталкер. Как раз вот в первой встрече против Альянсов они их там хорошо закрывали этим Сталкером, поэтому убрали. Неплохо Сталкер этот заходил. Ну, Шторма… Ой, Шторма Ластилера все-таки убирать надо. Да, определенно. Инфест-бомба, она у тебя и в Африке инфест-бомба. Против Ландруида хорошо работает. Никс тоже не играет против Ластилера вообще никак. Шадоу Демон, ну, ничего страшного. Я думаю, они Пэйла могут взять здесь. Пэйла очень хорош здесь. Против всех четырех героев Гамбит, Пэйла очень хорош. Шадоу Демон напрягает чуть-чуть. Ну, если он попадет Демон Ник Поржем по мейн-герою, то да. Ну, мало того, что у тебя это сложно делать, так еще и пока в тебя начнет кастовать анимацию, поднимать руку, подпрыгивать, то ты успеешь, скорее всего, нажать манту или доппельгангер. У тебя танки здесь хорошие. У тебя есть Марс, да, Пангалер, и ты как раз со второй волной только в драку заходишь. Да, ты можешь врываться и делать, что хочешь, свободенность всего. Ну, Дровка, я думал, что Дровку могут взять, но я не думаю, что она сейчас настолько сильна, чтобы конкурировать против Морфа и Ландруида. Думаю, им что-то нужно посильнее. Может, какой-то танк. Ну, вот Лайфстейлер идеальный кандидат на эту роль, потому что на Икс-бомба, хорош против Ландруида. Немного плохо против Морфа, но все же. Андерлорд. Мне кажется, без Мастера здесь был бы лучше, но я думаю, им виднее. Так все еще у нас есть Найкс здесь, да, которого ты хотел? Или здесь уже... А, против Морфа он уже не очень. Против Морфа он не очень, но... Ну, да, он именно из-за этого он плох. Но остановит ли это PSG-LGD? Лайфстейлер здесь нормально на лайне будет смотреться. И кроме этого против Андерлорд такое. То есть с одной стороны Андерлорд булка, с другой стороны аура. Пассивка очень хорошо, фикс-фиксы работает. Я об этом говорю. Пять секунд у LGD. Нага. Нага с первой иллюзионист. Перестраховались. Ну, я бы не сказал, что он настолько хорош. Андерлорд очень хорош против Наги, потому что Нага агильщик. Есть всегда сейв. Хорошая ауешечка против иллюзий. Хоть и несмотря на то, что Морфи Ландруид плохи против иллюзий, но Андерлорд компенсирует этот недостаток. У вас нет ощущения, что это очень похоже на Team Secret против Гамбит, где Гамбиты вначале могли... Ну, в смысле, где они могли закрыть за 35, условно говоря, там или 40, но если переходит в лейт, то пассажир просто разваливает кабинет. Да не скажи, что тут в лейте прям пассажиры сильные. По-моему, просто развал. Нет шансов у Гамбитов. Там Морф под Шаду Демона. Это тоже запомнилась иллюзия. Так, тебе на базу, ты не можешь найти на базу. У тебя Шторм будет убивать пачки, Нага жмет иллюзии, скипает пачки, Пан Гольер пойдет, поскипает пачки. Все пацаны скипают пачки, друзья. За них занимаются скипанием пачек. Я думаю, что если дойдет до лейта, у ЛЖД все шансы на победу. Ну, тогда распик можно начинать со скипов пачек, просто героев сразу набирать. Когда у тебя можно брать Шторма и Нагу Сирену, как бы это автовин. Ну, они будут доджить файты и стараться делать пиковы, то есть сплит-пуш. У них есть Шаду Шамон ради этого, пуш товаров некоторый. У них план на игру — это сплит-пуш и игра от объективов. В общем, ты за ЛЖД. Я на Гамбит. Ты на Гамбит? Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас говорит наш партнер по рематчу. 1 и 3 на ЛЖД, на Гамбит никто не верит. 3 и 3, но зато чатики, я уверен, поддерживают наш коллектив. 52 на 48. Вера еще больше, чем против Team Secret. А мы отправимся к нашим комментаторам. Майл Шторм вместе с Джемом забирайте. Вы закрываете свои пачки, а мы открываем свои пачки. Ну а в конце игры обратный процесс произойдет. Гамбит и их третья карта, и опять аналитики оставляют шансы. Я бы даже сказал, если суммарно после драфтов мнение аналитиков вывести, то получается, что у Гамбит всегда есть хорошие шансы либо вообще в игре, либо как минимум в начале, что они могут поддавить. Ну, все правильно сказали. Очень хорошо напикали, как по мне. То есть пик мне больше нравится, если честно, в Гамбит. Опять же, есть Морф, который будет превращаться в эту же нагу. Мы все уже видели иллюзии от Морфа, насколько они сильны. В целом в драке смотрится неплохо все. Но опять же, мы все видели прошлую карту, видели, какая там была уже минус морали. Справится ли с давлением сейчас этим Гамбит, вот в чем вопрос. Потому что, ну, мы все знаем, что все-таки фактор морали присутствует на профсцене. И он довольно существенный. Вот я просто думаю, ну, во-первых, хорошо, что у Гамбит сегодня больше игр нет. Потому что, допустим, они сегодня быть... Ну, хорошо, здесь они не проиграли еще, но вероятность такая есть. Все-таки LGD сильный соперник. Вот проиграют они четыре кряду, и скингейминг уже будут просто, ну, не верить в собственные силы. И хорошо, что этот матч завтра. Да, да, все верно. Так, у нас тем временем начинается борьба за баунти-руны. А мы забегаем сюда. Не перекликал в итоге Афонина же. Афонина забирает баунти-руны. И по итогу поровно поделили баунт-осики. Обошлось без жертв. И давайте посмотрим расстановку по линиям на топе. Там уже у нас находится Марс. Как же он огромный. Да. Кстати, вспоминали по поводу мифологии. Да, действительно, Марс это персонаж из... Из другой мифологии, не из той, что Зевс. Вот, но есть очень интересные фразы. И возможно, что это замаскированный РС. Как-то так. Замаскированный. Ну, потому что, когда, допустим, он убивает Зевса, вроде бы как в доте, то есть фраза, что как тебе такое, папа? Что там? Зевса, авторские права, позволили, а Марсу нет. Возможно. Вот как-то так. Ну, в общем, забавно. Есть там отсылочки. Ну да, но это мем есть греческо-римской мифологии, где кот сидит, а рядом торты в форме этого кота. Очень похожий, но немножко другой. И, собственно, пока что наш Марс хорошо начинает 4.0 него. Ну, а мы смотрим вниз, где Ами-Ами против Иммершина. О, Иммершин. Как же ему сейчас важно хорошо эту игру отыграть. Ладно, хотя бы там средненько. Да, нужно реабилитироваться после прошлой карты, потому что на прошлой совсем не задалось. Даже для себя, чтобы как бы почувствовать. Помогает здесь, конечно же, Ик снова своему кэре стоять. С другой стороны, ФНГ тоже пытается напрягать. Вообще, трипла получается. Здесь у команды Гамби подкопали Эйма. А Эйма могут попробовать. Нет, дальше не пойдут. Там всего лишь один стак яда на нем. Но в любом случае напрягают Нагу-Сирену пока. Не подпускают ее к рипам. Но как тут не подпускать, если линия пушится в сторону Наги и под Тауру проблем никаких нет. Плюс еще ФНГ продолжает спамить Яд по КД. Да, ну, конечно, там разница колоссальная между даже четырьмя стаками и пятью. Все-таки пять стаков позволяют унести колоссальный урон. А четыре стака... Так, немножечко. На зубок один, да. Ну да, надо вот пять стаков. Ну все, мана кончилась в ФНГ. Хотя там может быть Мангус есть? Нет, Мангус есть. Идет до конца ФНГ. Есть подкоп. Хорошо, драка продолжается. Три стака имеется на Икснове. Икснова забирает. Икснова погибает. Отправляется в таверну. Неплохо. Первая кровь для Афонина же. И там Акулыча. Акулыч погибает в это время на другой линии. Но самое главное, что Мору забрал ФБ. По денежкам это, конечно, выгонит для Гамбит. Да, ну здесь вот продолжается такое... Шаман вообще довольно неприятный на линии. У него и контроль есть, и нюк очень классный. И, конечно, самое главное, супертычка с руки. Очень увесистая. А, Шаду Демон пошел. Динается, судя по всему. Не рановато ли? Сейчас фрага не отдадут. Нет, нормально. Выждал достаточно времени. Да, в меде у нас противостояние Лондруида против Шторма. Тут, в принципе, все ровно. И, опять же, до появления каких-то корней вряд ли Лондруид сможет как-то сильно Шторма напрягать. Да, это Мэйби. Тут самый легендарный. Отправил медведя на базу подключиться. Ну, призовет его обратно. Здесь, опять же, стандартная практика. Ну и на топе, конечно же, Андерлорд стоит. У команды Гамбит помогает там ему пока что стоять, я так понимаю. Не, ему никто не помогает. Уже никто не помогает, да. Ему никто не помогал. Здесь же трипла была. А, точно, точно. Там помогает мистер Пангольер Марсу. И, собственно, они благодаря этому забрали. О, масочка пошла. Я вот первую игру, кстати, комментирую, где Марс на профессиональной доза-сцене. В смысле? У нас же была игра вчера, нет, с Марсом, когда копьем не попали. А, ну да. Это чего? Ну, собственно, я просто еще раз проверял. Меня? Помогли ли эти таблетки или эти тоже не помогают? Да, у нас акулычи опять продолжают напрягать. Здесь копьем закололи, не знаю, пригвоздили к дереву. Акулыч сейчас могут забрать. Что-то там как-то не пробивает. А свэшбакл будет ли сегодня от Ивая? Нет, акулыч пока что живет. Он там все еще продолжает манцевать. В это время очень больно внизу у нас Ама. Все-таки акулыч там догнал Ивая, отправляет его в таверну. А внизу Ама выживает. А забрать его не удалось. Акулыч нам не показывает. Ну, в принципе, там все и так было понятно. Свэшбаклом добивал его пангольер. Да, конечно, вот хочется при виде Марса сказать, ну не подходи к деревьям. Но тут вот на самом деле радиус полета этого копья и такое огромное количество деревьев, дотик, лифов различных. Что куда бы ты ни вышел, тебя везде приколочит. Достаточно Марсу чуть-чуть зайти с фланга. Хорошая игра для Марса пока. Интересно будет посмотреть. Да, вчера действительно был, но я вот помню этот. Там был показательный момент. Топ-топ хайлайт. С копьем, в котором не смогли попасть в арену. Это да, это единственное, что запомнилось из того матча. Вот больше вообще ничего не помню. Это правда, там какой-то блеклый совсем Марс был. У нас тем временем появляются очередные баунти-руны. Две забирают пока что комбит, одно забирает у нас LGD. Опять нападение. Боже, что это за радиус? Это вообще законно? Там, наверное, через полкарты прикололи опять Акулыча. И Акулыча сейчас заберут в очередной раз. Ох, щитом ему. Похороночку выписал ему Челис. Так, ну видимо у нас Вестник Смерти. Метка черная перекинута была. Теперь черная метка в руках Акулыча. Пока у него. Ну вообще для него это нормально. То есть у любого оффлейнера, мне кажется, бывают такие игры, где тебя просто щемят. Вот плохо то, что сверху его уничтожают, но при этом нет никакого импакта от плюс одного героя снизу. ФБ забрали и все. Это вот единственный фраг. А там уже три смерти сверху. Четвертая была не считается. Странная ситуация. Вроде поровно поделили баунти-руны, но почему-то рейтинг на пять золота больше. Может быть попозже забрали. Может быть. Там на 30 секунд или что-то типа такого. Одну из урон. Окей. Так, ладно. Тысяча золотых уже преимущества за команды LGD. Смог в это время разбивать Гамбит. В это время также в миде начинает Дахак немножко здесь напрягать. ФВА перетянулся на центральную линию. Но вряд ли это, наверное, со штармом смогут как-то Дахака забрать. Плюс у Дахака там неподалеку находится Никсасаси. Да нет, но тут урона не хватит. Хотя вот подходит еще сюда дядюшка Шаман. Он с Шаманом может быть под контроль какой-то выйти. Удастся на Дахака. Дахак, да, есть врыв на него. Рор потрачен был. Прыгает у нас ФВА. Сеточка дотягивается. Страхует Иммершн, как раз-таки, который неподалеку находился. Хороший подкоп по двоим. Его притягивает Вортексом. Работает карапейс хорошо. Прокует руты. В итоге погибает у нас ФВА. Отправляется в таверну. И выход на Дахака оказался неудачным. Еще и своего Пангольера потеряли LGD. Очень важно. Наконец-то Иммершн вот прям сыграл как надо. Вышел куда нужно. Встал, подкопал, карапас нажал. И в итоге выход на Лундруиды обернулся потерей Пангольера. Хорошо. Вот, может быть, это начало камбэка. Так, опасный момент. Нападение на Фунина же. Успевает нажать перекачку второго левела. Скорости хватает перекачаться. Урона не хватило команды LGD. В это время контроль на Иммершн. Иммершн проблема. Иллюзии работают. Успевает прожать карапейс. Откидывается подкопом. Но все-таки ФВА его забирает и отправляет в таверну. Ладно. Пока еще о камбэке в профессиональную доту для Иммершна говорить рано. Ничего страшного. Но в любом случае хотя бы он полезен здесь. Он уже вышел в мид. Хотя бы подстраховал на хак. Уже хорошо. Это не просто фит, как было в прошлой карте. Он хоть что-то пытается делать. В любом случае ему бы экспу побыстрее получить, чтобы шестой появился. И там уже быть полезным для команды. Акулыч уже боится подходить к этому Марсу. У него ультимейт есть. У тебя Акулыча больше по экспе. Потому что тут Марс долгое время стоял вдвоем с Пангольером. Ну, Марс там, конечно, наглеет. Уже понимая, что здесь его никак не напрячь. Сейчас даже один на один и спокойно фармит крипочков. В это время в миде продолжает фармить дохак. Его оставили одного. Потому что смещается отсюда Мэйби. Мэйби был внизу. Но вот сейчас только, наверное, либо будет выход какой-то внизу, либо вернется обратно на линию. Непонятно пока. Мэйби фармит вообще наверху, прошу прощения. Лес свой фармит. У меня пошла версия цветов на мини-карте. Смотри, у меня тоже начиналось так. А потом все, я уже не могу Марс вспомнить. Хороший может быть врыв, если под арену сейчас ворвется. И опять же, вот чем приятны фраги на Акулыча? В том, что забирать раз за разом и Мершина, ну это так. А Акулыча, если ты забираешь раз за разом, то это получается, какой, ну, как в ногу надают экспы, золото. Смотрите, жирнющий андер. Все. Так, арена пошла. Пригвозили Акулыча. Есть сейф ТБ. Сюда летит кто? ФНГ. ФНГ никак не успевает помочь. Заканчивается арена. Врывается сюда также Мэйби. Пытается забрать Акулыча. Акулыч погибает, отправляется в таверну. Чилис убегает отсюда. Сюда перетянулся Мершин также. Но Чилис забрать точно вряд ли удастся. Там еще Карапейс прожимается. Пригвозили Мершин. А здесь уже и Шадоу Шаман и снова выходит. Погибает у нас также еще и ФНГшка отправлять в таверну. Конечно, Мершин попытается помансить здесь как-то. Хочет, может быть, с собой Чилиса заберет, не знаю, на размер. Да-да, Чилиса неплохо бы Мишки забрать. О, хорошее копье очередное залетает, но все-таки погибает Чилиса. И снова здесь тоже, скорее всего, никуда не уйдет. Корни прокуют. Есть подкоп, да. И Шадоу Шамана также отправляет в таверну. Очень вовремя пришел сюда Дахак и забрал этого жирного Марса. Для него это очень важно, потому что, посмотрите, у Медведя 4 900 Нетворса. Но, с другой стороны, все очень плохо у Андерлорда. Я не совсем понял вначале, почему Мэйби не стал лететь просто на всю ману на этого Андерлорда. В арену ты имеешь в виду? Да, да, он забрал, пока он был приколот к стене и не подвижен. Может, он думал, что его вытолкнет с арены союзные? Не-не, мне кажется, он там какой-то next level play из серии. Думал уже о Шадоу Демоне, который будет прятать. И хотел как-то и того, и другого забрать. Но в итоге Мэйби не погиб, а вот Марс погиб. И для Медведя это шикарный буст. Вчера ходили сказки про ландруидов, которые на десятые минуты могут сломать R3. Ты про Матумбу, что ли? Да. Да, что-то было такое, но мы видели вчера ландруиды также от команды Гамбит. Не очень, мягко говоря. Он не дошел к Т3. Да, не дошел он к Т3, а игра закончилась быстрее. Посмотрим, как будет здесь. Так, ну что, на топе продолжает защищаться Акулач, продолжает здесь также фармить Челлис. Есть у него уже Владмирс, летят. Как уж он быстро фармится, эта штука. Да, скоро появится фейз-ин, да. Щитком, конечно, приятно здесь подфармливать. Х снова также находится на топе. Внизу там какой-то экшен был бы, возможно, но нет. Там в F5 прыгал просто свэшбакла. Имеется уже Дживелин, урона достаточно много. Третий левел, четвертый только что прокачал свэшбакла. Ну все, Гамбит собрались, и они не скрывают своих планов. Как бы наличие Медведя на линии четко говорит о том, что они будут атаковать. При этом, Андерлорд, по идее, должен за счет фаерштормов останавливать любую агрессию на другие ТВ-ра. Интересно, Мишка у нас сегодня с Момом будет, как вчера? Да, там Мом уже есть. Да, уже имеется все. По-моему, да. Ну, я имею в виду, да. Да, Мом есть все. Мом имеется. Нападение на Пангольера. Пангольер катится. О, неплохо катится. Да, пока укатывается, конечно, Афонин же превращается также в Пангольера, но ворваться возможности со свэшбакла нет. В итоге выживает ФВА, и в это время в миде возможен выход сейчас на ФНГ. Смех защемился сверху Акулыч. Он там просто вжался в угол карты. Он там издалека откидывает фаерштормов и просто не показывается на линии. Он там бегает по лесам. Думал, что за ним поехали в очередной раз, но за ним никто не поехал. Забирают Тир-1 в миде. Тир-1 в миде – это хорошая вышка. ФНГ ставит вард, который будет приятно сбить. На самом деле, не стоит забывать, что в этом патче варда стал сбивать гораздо выгоднее. Ну, их и в прошлых-то патчах. Вот иногда сделал 3-4 фрага, и у тебя там плюс полуровня. А сбил 3-4 варда – ну, Курьер – все. Курьер сейчас да, в таверну. Не, Майби не полетел, не стал рисковать. Ну, странно, у него хоста была. Но мог себе позволить влететь, плюс прям заряды в ботле. Рискованно, никого не видит, попадешь по какой-нибудь beat of Malice. Увидят… Нет, не видят Никса. Да, Мершин идет, видит местоположение Мэйби. Можно попробовать накрапать, подловить. Да, сейчас под Ремнанд. Да, вот прям вот сейчас. Идеально. И копать. Нет, копать не стал. Никого не оттягиваю. Ну, нет, никого рядом, да. Сюда подтягиваются тем более тиммейты Мэйби, и Мэйби просто отступает. На сентре, на сентре наступил. О-о-о-о, похороночка. Ну, ФНГ, конечно, засевил там на лоу-хп, но Эммершн это не должно спасать. Эммершн погибает, правда, успел откинуть еще стат напоследок. Диспл не в того, Демоник Пурш в Марса, нужно Демоник Пурш в Шторма с хостой. Да. В итоге еще и ФНГ здесь сверху забрали, минус 2 от команды LGD. Акулыч ничего не смог сделать для своих тиммейтов, он там принес себе худ, стоит все еще за Тавром, в лесочке стоит. Аккуратненько. Давайте поговорим о таких важных вещах, как фактор неожиданности. Так, тут будет драка сейчас, потому что здесь перетяжечка, и Питов Мелис. Убегает их снова, Марс тоже здесь, Эммершн прилетел, и запушить Тавр в итоге не удалось команде LGD. Фактор неожиданности. Вот Эммершн идет, его о нем никто не знает. Он дает Карапас, Укус, Подкоп и, ну, допустим, там, с помощью минус Шторм. Вместо этого он дает Карапас, продолжает идти за Штормом, Шторм уже знает, что за ним идет Никс. Шторм просто подходит на свой Сентри Вард, на котором уже ждет Марс. Ну, фактор неожиданности, это очень важная тема. А Эммершн его просто так вот продал ни за что, этот фактор неожиданности. Да, и он вот продолжает, конечно, бегать в Вендетте. На топе тем временем находятся игроки команды LGD. Пошел Эммершн вперед. Сейчас, что, около баунтируны нет никакого вижена, правда, на него был бы Сентри, возможно, бы и забрали. Но нет. В любом случае игра продолжается. Есть номинальное преимущество за командой LGD в 1000 золотых. Это не прямо уж так много. Что там по коэффициентам? Коэффициенты продолжают расти. Все меньше и меньше. Стандартная история для Гамбит. В общем, у нас здесь продолжается. Да, это неудивительно. Из карты в карту мы видим такую ситуацию в плане коэффициентов. Так, ну что, появляться сейчас будут баунтируны. Хотят очень за них подраться. LGD перетягивается на топ. Сюда также втроем подтягивается Гамбит. Но они уже не успеют никак. Внизу там две должны забирать, по идее. Также и Гамбит себе, да, судя по всему. Да. Ну, вообще, Мишка очень хорошо обычно с рунами разбирается. Так, пошла арена. Нужно прятать. Прячет хорошо Shadow Demon. Но, ой, какой бутерброд неприятный. Правда, выталкивают Акулыча из-за того, что в арене находился он. Прям в стенке. Ну, погибает в любом случае. Мершин тоже подставляется. Даблкил оформляет Мэйби. Рором прогоняет для хак здесь игроков команды LGD. Врываются на ФНГ. ФНГ поцепили. И ФНГ тоже отправляется в таверну. Это уже триплкилл. Корни прокают. Мишка вгрызается неплохо в Мэйби. Но тут Хекс сэвит своего мидера LGD. И никого они не потеряли. В итоге уже 3000 ведут. Минус 3 оформили. Шикарная драка. Можно запушить еще и тавер. Что-то как-то с секретами было печально. У нас LGD еще печальнее. Настолько играющие LGD. Каждый фраг делает. Просто вот этот Марс. Он просто видит любого героя. Ставит арену. Под сейв. Не под сейв. Ничего не работает. Жестко. Но как есть. И тем временем. Самое печальное для команды Гамбит. Это то, что Нага продолжает фармить. И ничего не могут сделать на линии. Не успел ее с Shadow of the Demon подцепить. Три в Рейсбенда. Яша, ПТ. Очень много статов. Сон от Наги Сирены. Ну и ТП-Аут. Я думал сейчас еще подойдет. Да нет. Шаман. Далеко все были. Некому было помочь. Вряд ли вдвоем. Пока предпосылок запушить все меньше становится. Уже преимущество есть. Хотя Медведь, конечно, быстро расправляется с ТВ-рами. Но опять же, если каждый раз выходить и отдавать по 3-4 героя, то настанет довольно быстро момент, когда самана будут убивать. Это правда. Ну что, Блинк Даггер скоро появится с такими темпами для Марса уже. Продолжает он фармить. У него все отлично по Нетворсу. Также все хорошо у нас у Мэйби. Мэйби, да, фармливает себе потихоньку Бладстоун. Немного ему осталось до этого артефакта Линка. Появляться будет у Афони. Далее только остался рецепт. Но это опять же защитный артефакт. Ни в коем случае не боевой. И Морф пока... Там опять гоняют Андерлорда. Но он ультимейт нажал, да, и все. Ну, вот раз улетит, да. Жду следующей драки с нетерпением. Потому что у Мэйби была Аркан Руна. Он сейчас перезарядит себе ману. Сейчас будет жестко. Да, пока что находится Мэйби на базе. Летит свой лес. Там вперед отправляется ФВА. У ФВА уже имеется Баклер. И к нему навстречу под Баунти Рунки. Нет, Баунти Рунки еще рановат. Всего лишь 17,5 минуты. Вряд ли здесь они появятся. Но... Ну, вероятность... Вероятность, я думаю, нулевая. Вот, но ФВА пошел вперед там, я так понимаю. Нет, Вижен поставить или что? Он зашел так наглый просто на чужую половину. Ну нет, ничего не поставил. Здесь ФНГ у нас находится внизу. Неподалеку находится Афоня. Ну что они хотят сделать со Штармой вдвоем? Штармой непонятно здесь. А вот-вот подходит. Подходит Никс. И здесь нет Вижена. А там, да, сэнтри нет. Мэйби можно попробовать подловить. Мэйби видит его. Спрятал ФНГ. ФВА неподалеку. Врываются на Мэйби. Мэйби будет просто отличный фраг. Но тут их снова. Мэйби успевает уйти. Раскатсавался. Отлично Пангольер. По троим здесь прыгает. Успевает перекачаться Афонин же. В это время подходит Марс. Ставит арену. Дахак там с Мишкой, со своим. Но Мишке что-то, по-моему, не очень приятно находиться в этой арене. И Мишка тоже погибает. Плюс 300 голды в копилочку команды. LGD нужно теперь оригинальному медведю убегать. Ловит еще самого Дахака. И Дахак тоже погибнет, скорее всего. Да, пригвозили его также копьем. И это еще один минус. Это явно был не план LGD. Потому что Мэйби очень сильно испугался. Он настолько сильно испугался, что он даже нажал Арканруну под Демоник Фурджем. Поэтому ее нет. Собственно. Но печально. Могли убивать Штармана. Было все в него всадить. Как-то такое ощущение, что немножко вальяжно действовали. То есть вместо того, чтобы залить весь урон моментально. Ну, видимо, да. Не рассчитали немножко. Лучше было, знаешь... Я не знаю... Оверкильнуть. Я не буду говорить это. Я тебе после скажу эту... Нет ли эфира фраза. Ничего себе. Я даже... Расскажу. Я даже заинтриговал. Расскажу, как у нас командиров в армии любил говорить. Так, ну что там? Минус морф. Да. Минус морф. Афонин же погибает в миде. Коэффициенты продолжают расти. В геометрической прогрессии 8.5 уже на гамбит. Вообще в них не верят. То есть, я так понимаю, это копье плюс свэшбакл в перекачанного морфа. Да. И моментальный минус. О, жестко. LGD начинает доминировать по всей карте. Захватывает пространство для фарма Нага Сирены. Марс все жирнее с каждой минутой. Хотя он, на самом деле, ничего на жир-то и не покупал. У него Владмирс. Но он реально здоровый. Ну, он сам по себе. Он на массе. На массе. Он может катать панголера на своем щите, как на этот, знаешь, яблочко, на котором в детстве скатывались. Такая картоночка. По-моему, ты немножко другое показал. Ну, ладно. Так, ладно. У нас тут драка внизу. Есть сеточка так снова. Ловит у нас пока что Эммершина. Появляется баунтируно. Марс заходит. Эммершин должен погибать. Буквально еще один удар. Эммершин отправляется в Саверну. Корни прокуют в это время по Марсу. И здесь уже иллюзия от Наги Сирены. В инвизии находится Мэйби. Хотят забрать саму на мишке. Фоксить Мэйби. Мэйби успевает уйти отсюда. Налог ХП, но живет. В это время поймали ФНГ. ФНГ пригвоздили, отправили в Таверну очень быстро. Еще один фраг для Марса. Марс оформляет даблкил. И Сон Наги Сирены. Красиво, как сыграл сейчас Акулыч. Он краешком Питов Малеса сбил телепорт Амми. И сейчас Амми здесь будут забирать. Хотя вся команда уже выехала. Шаман здесь. Шаман сетка. Марс тоже здесь. Откидывает Акулыча. Очень больно Амми. И ловит Ама опять. Амы забирают. Отлично. Врывается ФБА. Питов Мэли закидывает сюда же. Подставляется Пангалер тоже в Таверну. Но за счет байбэков сделали два фрага на развороте Гамбит. Хоть что-то. Хоть что-то. Очень круто сыграл сейчас Акулыч. Потому что если бы Нага улетела... Там вообще, я честно говоря, даже не знал, что можно зацепить. Он даже без таланта на каст рейндж. С самым-самым краешком, находясь вот прям на границе сна. Питов Малесом цепанул. И за счет этого делают два фрага. И сейчас попытаться как-то развить преимущество. Да, почему бы и не Рошан. С Медведем Рошана заберут очень быстро. Но тут же LGD дает туда скан. И может быть какая-то ответка. 9 секунд до Наги. Пангалер 10 секунд. Рошан падает быстро. Телепортируется пока что Шаман. Подходит Марс. Ой, сейчас арена, если будет. Это... Арена имеется в наличии. Можно попробовать. Подходит Шадус Шаман. Ой, 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 ой. И же вырывается шторм сюда. Ой, арена! Арена смерти! Ну, Марса бьют, Марса бьют. Можно запоксить. Пангалер катится. Пока не смерти. Марс погибает. Делает байбэк. Арена заканчивается. Кримсон Гвард работает. Драка продолжается. Раскастовывается ФВА. Неплохо прокатывается. Подцепили здесь. И Мершин погибает. Отправляется в таверну. Также делает байбэк. В это время ФВА раскастовывает хороший флэшбакл. Свэшбакл врывается сюда у нас Мэйби. И начинает минусовать просто игроков команды. Гамбит погибает. Также Акулыч отправляется в таверну. Дахак живет. Эмершин после байбэка врывается в драку. Неплохо. Подкопал здесь двоих. Но успевает уйти Мэйби. Афонин же пытается его забрать. Не хватает немножко урона. И снова в это время поймал Афонин же. Афонин же могут забрать. Афонин же погибает. Отправляется в таверну. В таверну. Погибает. Это минус 5 от команды LGD. Да, минус 6, наверное, можно сказать. Потому что там байбэк делал еще и Никс Ассатин. Арена смерти засчитана. Да. Они умерли не в ней. Но они получили там смертельную дозу урона. И на самом деле очень много ресурсов. Опять, как всегда, вот эта позиционка. Вы вливаете все в Марса. В арене получали кучу урона. И потом Пангольер не смог закатиться сразу. Но все равно вот в этом узком проходе, из которого не вышли Гамбит, он там очень много урона нанес. Ну и, конечно, Икснова. На последнюю ману, на последний хп он поймал в сетку этого Марфа и убил его. Да, он еще грамотно так стоял в рожпите. Его там трудно было зацепить. Не было видно. Да, видно, да. И то есть Афонин же не ожидал, что его прям просто там, хоп, иди сюда. Причем он должен был добивать шторма. Вместо этого погиб сам. Но там еще и ленка была, и даже она не помогла. В общем, серия таких легких неудач в купе с тем, что LGD все-таки успели на Рошана. Ведь, по большому счету, это был риск от Гамбит. Да, они пошли, но идти против такого пика, где вот настолько сильные ультимейты в узком пространстве, это опасно. Ну, 14 тысяч. Это уже много. Много для 23-й минуты. Морфи все еще не боец. Мы видим, продолжает фармить. Там всего лишь ленка ПТ-2 в Рейсбенде. Это ничто для морфа, хочется, конечно, ему побольше иметь. А в это время уже очень много. У коров команды LGD там и Нага Сирена. Уже Скади себе приобрела, да. И Шторм там уже с Орхидом. Ну, здравствуйте. Да, причем он до всех этих драк, он купил себе Бладстоун. И у него сейчас там очень много зарядов. Там ФМГ нашли как раз. У него 21 заряд уже. Да. Еще и дабл дэмэдж лежит в руне. Руну, точнее, дабл дэмэдж в Ботле. Ну, теперь для него все еще проще. Теперь он просто с Сайленсом влетает в Шадоу Демона. Испепеляет его за секунду. После этого со всей странией команды расстает. Это, возможно, последняя вылазка будет сейчас в Маках. Потому что игра может закончиться очень быстро. Отправляется вперед LGD. Показывается на линии пока что Амы. У него за спиной все команды. Акулыч выходит на лайн. Должны были его сейчас увидеть. А могут прям за Акулычем прыгнуть. Да, нет. Мэйби пошел. И Сайленс. Быстренько растерзали Эмершина. Эмершина отправляется в таверну. Но в это время арена от Марса. Акулыч там тоже зажат. Минус Акулыч. Минус 2. И в миде падает Т2 у команды Гамбит. Но что-то да. Я так понимаю, Ами иллюзии проскаутил. Или Мэйби, возможно, вообще вслепую полетел. Но он залетел прямо в Никса. Дал ему Сайленс. Который Никс, естественно, не ожидал. Потому что до этого Сайленс Мэйби не показывал. Да, но и падает центральная линия у команды Гамбит. Байбэков там нет. В любом случае Акулыч не будет еще 30 секунд. Есть глиф фортификации. В это время сейчас появится Мершин. Вчетвером будут Гамбит. Но в это время падает Т3. И начинают падать бараки. Да, ну конечно, вот с секретами было видно, что где-то не доигрывают Гамбит. Но с ЛГД просто никаких шансов. Настолько китайский коллектив сильнее на этой карте. Да, Мишку контролят. Просто сеточка. Не подпускают его. Есть Хекс. Нужно как-то младшего Михалыча сэвить. Нет. Тут у нас врыв под арену. Вкатывается Фай. Растолкал здесь всех. Марс набегает. В итоге минусует ФНГ. ФНГ отправляется в таверну. Файфай мне просто кажется комбо выбил. Знаешь, потому что у меня по всем Гамбит проехался в этой драке последней. Он выталкивает из арены. Единственное, такой небольшой минус. Ну это как бы следствие того, что комбо мы видим редко. Вообще, возможно, так и не должно работать. По идее. Да нет, почему он? Я не уверен, но ладно. Раз, раз. Окей. Я говорю. Ты говоришь. Я просто... Ты говоришь. Все нормально. Окей. Так, ну что, ФНГ только потеряли. Потеряли Т3. Потеряли один барак на миде Гамбит. Укрепились в плане преимущества LGD. У них уже 16 тысяч по золоту. Продолжает фармить Теофонинджи. Появился Гост Септер. Дезолятор там уже у Чилиса. Ну, Чилис такой уже боец. Прямо вот совсем боец. Да, очень жесткий боец. Действительно, Марс. Ну и также продолжает обрастать артефактами, конечно же, Ама на Гетерине. Скади мы уже видели. Дальше, не знаю, может быть, бабочка какая-то будет. Либо что там еще будет себе прибрежать. А, Диффуза даже. Тоже нет. Почему не вариант? Не самый худший, так скажем, для этого персонажа. Эммершн продолжает бегать, конечно, в Вендетте. Но Ама не подставляет. Ама выходит. Сетка. Сбили линку. Опасно без линки. Ну да, там в Смоках просто подтягивается LGD. И Гамбит решили не рисковать. Отступают просто на свою половину. Там спал Смоксик снова. Есть Хекс. За Хексили Мишку. И врывается Мэйби на фуллман. Не на фуллману, на половину маны. Попытка зафокусить ФНГ. Вкат вот сюда также ФАЙ. Крипсон Гвард работает. Дахак отрезал от своей команды. В это время арена от Марса. Выбили Аегис из Мэйби. Мэйби готов был его разменивать. Кастуется уже сейф от Акулыча. Но вот у Дахака проблемы. Дахак, скорее всего, отсюда не уходит. Он уходит в таверну. Да, надо отменять. Потому что, ну, собственно, Дахак... Аегис выбили за 8 секунд до выпадения. Ну, идеальный размен, можно сказать. Идеальный размен. Причем Шторм в любой момент мог обратно улететь. И все было в отличном. Он бы там нарегенял себя. Мэйби подцепил Иммершина. И Саленс. Иммершин успевает уйти отсюда. Иллюзии наги идут вперед. Отгоняют подальше игроков команды. Гамбит в это время Т3 не падает. ФАЙ опять Свэшбакова разряжает. Погибает у нас Иммершин все-таки. Отправляется в таверну. Забирает его Ама. Ну и на этом, судя по всему, все пока что. Ну как? Они никуда не уйдут. Ну, нужно дождаться... Да хотя-то чего дожидаться там. Крипы уже на базе. Ты знаешь, это Гамбит такие... Ну на этом пока что уже все, да? Вы уже собираетесь уходить, но... Ой-ой-ой, не попал Челис в упор копьем в очередной раз. Но в это время Ама начинает демонтаж Т3. Иллюзии идут вперед. Прогоняют команду Гамбит. Да, там уже с иллюзиями довольно проблематично справляться. Морф делает иллюзии наги. Интересно, не хочет ли он сделать иллюзии морфа? Опция есть, насколько я помню. Да, есть. Ну, на самом деле здесь уже иллюзия борьбы, скорее, сделана. Очень тяжело. Иллюзия борьбы. Врывается Марс, ставит арену. Там три игрока. Команды Гамбит зажаты. Но нет какого-то урона в эту арену, потому что в это время воюет Марс до конца. Челис в итоге отправляет в таверну. У нас морфинг, он делает байбэк. Возвращается обратно. В это время Мэйби продолжает здесь летать. Мэйби хочет до Фоксити. Мершин живет на ЛОХП. Убегает отсюда. Есть Екс. Амэ прожимает сон. И что? Отступают. Да, LGD, судя по всему. Да, улетают отсюда. План перехват. План перехват. По коням. Эмершн. Свэшбакл. Вовремя нажимает Карапас. Тут же пошел подкоп. Демоник Пурч. Пангольера могут забрать. Да, Пангольера, скорее всего, здесь заберут. Это правда. Погибает Вае. Сбили с него стрик. Неплохо заработали гамбит на нем. Но самое главное, защитили вторую сторону. Они потеряли там только Т3. Ладно, может быть, еще все-таки есть какие-то шансы. И гамбит смогут отковыряться. Ведь у них такой драфт, который стоит дойти им до базы соперника. Там моментально разлетится все, что только можно. Если LGD еще пару раз ошибутся. Например, вот загуливает Shadow Shaman. Да, но в это время погибает где-то ФНГ. И снова тут бьется до конца. Пошел Хекс, пошли Змейки. Но нет, здесь, конечно, слишком много урона гамбит. Выходит Амэ. Ой, а Амэ сейчас тут убивать будет людей. Да, есть сеточка. Поймали у нас Иммершина. Иммершина больная. Его иллюзии просто запинают здесь. Просто Салямбу двух субпортов убил. Да, и все. Амэ продолжает толкать. Теперь что делает с этой Нагой Сирены, непонятно. А еще есть помимо Амэ Мэйби, которая также продолжает фармить. И у него там уже БКБ. У него там уже 25 зарядов было. Кто больше? Напомню, что по дефолту 14 дается. Да, и вот мы видим ситуацию по баунтирунам. Конечно, получше обстоят дела в плане контроля для команды LGD. Амэ в это время начинает демонтировать лесные строения. Плюс еще денежки зарабатывает для своей команды. Сейчас появляются все игроки команды LGD из Таверны. И появляется, самое главное, второй Рошан, которого только что появился. Так, ну Марс с Гемом. Ой-ой-ой. Так, в этот раз попал копьем. Хорошо. Но тут уже сейв кастуется. Не успеют, скорее всего, забрать здесь никак у Афонина же. И просто улетают вместе с Аглучем. Вот будь у него копьем, можно было бы попробовать. Ну с другой стороны откуда-то второе. Да, вытолкнуть андерлорда этим копьем. Это реально сделать. Причем как раз наоборот куда-нибудь, где нет деревьев. Пуляешь его на этом копье и все. И морф остается. Ну, в общем, сейчас будет такой... Я думаю, что LGD должны вязки и под пушную вязать. То есть вот с иллюзиями по всем трем сторонам. Потихоньку, помаленьку. А, и Рошан, вообще-то говоря. Да, Рошан появился как раз-таки буквально несколько секунд назад. Но в миди драка. В миди драка и довольно больно. ФА, и ФА успевает выпрыгнуть на свэшбакле. В это время опять запрыгивает Марс. Ставит неплохую арену. Но урона опять нету в эту арену. Вкатывается только сейчас ФА. Здесь уже АМА. Иллюзии работают. Погибает в итоге Афонинжи. Отправляется в таверну. Забирают также здесь еще и ФНГ. Ну и Эмершант туда же, и ГГ. ГГ написали в итоге Гамбит. ГГ и вышли. Ну, что я могу сказать. ФА, вот это тоже последний момент. Ушел на лоу ХП. Очень круто вернулся. Ну и Марс. Все арены, вот настолько было преимущество большой LGD, что каждый раз, когда какая-то драка начиналась, все оказывались в арене. Все Гамбит оказывались в арене. Вот последняя часть игры. И началось это с Рошана. Где, собственно, Марс никого хоть и не убил. Да, причем не все арены, конечно, были идеальны. Где Марс, он, конечно, всех запирал. Но бывали ситуации, когда он оказывался один. Фили какой-то не хватало, чтобы все бились. И убивали его. Но в любом случае арены были просто шикарные. Действительно, он закрывал как минимум трех персонажей. Не видел меньше. Ну, вначале закрывали Акулач на линии. Ну, так, подфармились. Да, немножко. А потом как бы уже по всей команде прошлись. По итогу. Да, вот такая вот у нас получилась первая катка. Может быть, какие-то надежды вселят в нас аналитики. Скажут, что у Гамбит было не все так плохо. Да какие надежды. Оставь надежды всех сюда входящей. Потому что мы вошли в игры Гамбит. И вошли в них плотно на два БО-2. И среди трех игр, что мы посмотрели, смотрится все не очень хорошо. И, соответственно, наши аналитики говорили о том, что и драф не очень хороший. Хотя Смайл вроде поддерживал команду из СНГ. Почему не пошло, Серег? Мне кажется, лайн нужно было поставить морфа именно наверх. Там на полный фрифарм. При поддержке двух суппортов они бы без каких-либо проблем там постояли. Против вот этой даблы невнятной. Мур бы встал, бы там каждый укрепа добивал. А снизу у тебя андерлорд. Он бы против наги сирены. Ну, можно два на два постоять. Андерлорд против наги сирены. И шаду шамана тоже спокойно стоит. Берет себе пассивочку. Берет себе стол шилл, стики. И, в принципе, его там будут мучить. Очень много ресурсов на него тратить. Но даже там разочек-два убьют. Но это ничего страшного. Он все равно на себя очень много внимания будет уделять. И за счет файршторма будет его фармливать тоже без каких-либо проблем. Ну, почему-то решили вот так вот лайн поставить. Как по мне, это было бы куда более круто. Это изначально. Я думаю, что что бы они не сделали, они не выиграли бы эту игру. У морфа нет будущего. Против лейте, против наги. Ну, мы отталкиваемся от того, что есть. Ну, если бы пошли на топ, если морф пошел бы на топ, то у наги был бы фрифарм. Нага на фрифарме, против наги на фрифарме ни одной контроль здесь нет. Против шторма нет кетча. Ник себя не реализовал никак. Марс просто фрифармил всю игру. Чтобы не было у него хорошие айтемы. Даже, если даже учесть, его очень низкий нетворс, то есть низкий не нетворс, а, извините, винрейт на этом турнире, он все равно делал то, что ему нужно. Он закрывал в арене, и игроки Гамбит, герои Гамбит гибли. В принципе, тут вообще нечего обсуждать, просто можно пойти подождать следующую игру и посмотреть на драфты. Потому что я... Скоро этим займемся. Не волнуйся. Но вопрос другой, что Марс не только круто ставил арену, чтобы люди умирали, он еще и круто дефался ареной своих тиммейтов. Да, просто Чаллиц очень хорошо играет на Марсе. У тебя на фрифарме этого парня тоже оставляют, а Марс на фрифарме, он потом реально чуть ли не соль завозит. То есть Панголером опять 4 игры из 5, Гамбит отдает Панголера, и 4 игры они эти проигрывают. Не знаю, может быть этого героя забанить, потому что они против него играют, это ультимейт, просто по ним катится вечно. А у них эти точечные заклинания, опять же, нужно хорошую поясненку держать или просто стоять бить. Герои все точечные, и ты не можешь нормально против этого Панголера воевать. И кантри никакой нету на Панголера. Никогда. Мы смотрели с вами первый, наверное, пик андерлорда в ИСЛ Бирмингеме, да и вообще не очень популярный герой. Зачем он был здесь нужен и как его реализовали? Какого можно было, точнее, реализовать? Это просто танк, 5-man hero, который помогает, усиливает тимфайт, дает небольшую мобильность с помощью даркрифта. Но, как я уже, как я сказал ранее, до начала игры, битмастер здесь был лучше по многим причинам. Вижн, хороший пуш, который как раз это то, чего не хватало гамбит. 5-man push. Собирает битмастер Владмир, и они просто идут пятером, и их невозможно остановить. До того момента, пока Шторм и Нага нафармят свои айтемы, они решили сыграть от дефа. Да, пассивно играть против Шторма и Наги, это слишком непрометчиво. И тут уже финальные файты, нам показывают как раз, где Марк закрыл варенье всех внутри рожпита. В конце концов, гамбиты разменяли совсем не в свою пользу. Дрались-то неплохо, могли бы на тоненького все вот эти драки в мидгейме проходили. Поэтому спокойно могли бы воевать. Есть-то зажали. Вот эта драка на Рошане, она очень важная была. Ну, там байбек очень сильно на Марсе пришел, его вкуснули. Он выкупился, как раз таки прилетел. А второй раз на него уже ресурсов нет. Это просто там был оверфарм. Никс уже ничего не делает. Просто гибнет везде. Нет, ну, Никс всегда что-то делает, все-таки у него сильные. Да, вот именно, что герой ферст пик, но я не замечаю, чтобы он какой-то импакт вносил в игре. Именно в этой игре. Ну, вот что вносит импакт. Это когда ты катаешься внутри арены. Да, и создаешь хаос. Тут супер-супер быстренькая игра. Шторма невозможна, однако невозможно остановить. Ландрид с Родианцем, это слишком плохо. Ну, с другой стороны, мы уже увидели игру против Секретов Гамбит, которые смогли хотя бы 58 или 54 минуты сыграть. Здесь, правда, уже не получается повторить что-то подобное. Но Гамбиты, мне кажется, наигрались на сегодня уже. Ну, я думаю, наигрались это такое. Им еще одна игра. Ну да, наверное, потому что тут уже финалочка для них явно. Нет, я думаю, если они хорошо задрафтят, у них вполне шанс. Но пока что, что я вижу, ландруид на 10-й и морф на закрывающих, когда можно сделать наоборот и не брать вообще ландруида. Ну да, как вчера играл в ландруидом против Найкса. Да, покоряют на ландруида высоты. Старается. На байбахах уже отбиваются еле-еле. Там уже, это просто комната ожидания next-игры. Я думаю, они тоже это осознают. Сколько еще игр осталось у нас в Гамбит? Две, да? Вот эта шестая уже карта у них. У них 2-3 счет. То есть не 2-3. Сколько два? Они, по-моему, у них не 2-3. У них 2-4. 2-4, да. И это седьмая карта у них. 2-5 у них становится. 3-5 становится. Могу сделать 3-5. Конечно, тяжело. Но если Альянс выбили 2-0 у PSG-LGD, то я уверен, что Гамбиты могут. Ну, там стратегии очень мощные. Завтра у них не самый сложный соперник. Это King Gaming. Надо будет постараться там вытащить. И, возможно, они в таком случае смогут еще что-то показать. Все, проблема именно в том, что Lions обыграли пассажиры. Если по Lions не обыгрывали пассажиры, то в таком случае у них было бы больше шансов выбраться. А теперь они на грани вылета из группы. Они в печальной ситуации, потому что, да, очки располагаются не в их пользу. Особенно если взять то, что пассажи они пока бороться не могут. И вполне вероятно не смогут вообще. Ну, с кинами будет точная ставка, я думаю, как раз таки. Потому что с альянсами... Да, это будет решающе определенно. Но теперь у них просто 50 на 50. С альянсами у них, да. Именно матч, то, что они обыграли их, это на самом деле хорошо. Потому что они их смогли переиграть. Никто другой. Никто либо другой. И как раз с кинами они, я думаю, решат выход в верхнюю часть сетки. Посмотрим, сколько кино еще наберут. Может, там другая команда вообще будет.